ДТП с участием двухколесного транспорта произошло на территории области. Лихач из Наровли оказался на больничной койке. Открыт сезон охоты. Какие сегодня существуют ограничения? О чем говорит статистика этого года об уже совершенных нарушениях? И что изменилось в основных правилах безопасности на охоте? Узнали наши корреспонденты. Ежегодно с началом сбора грибов и ягод стартует сезон людских пропаж. Что делать, если тихая охота неожиданно стала тихим кошмаром? Выясняла Вероника Гамзюкова. О том, как не оказаться в плену у леса и что необходимо знать тем, кто планирует развести костер на природе. Об этом и не только поговорим с официальным представителем Гомельского областного управления МЧС Ксенией Шингирей. Начнем, как обычно, с того, что произошло в Гомельской области за неделю. Алкоголь в очередной раз стал причиной трагедии. В Светлогорске со дна Березины подняли тело мужчины. Субботним утром 8 августа группа местных жителей расположилась на берегу реки недалеко от улицы Советской, чтобы приятно провести время у воды. Не обошлось без спиртного. Через некоторое время один из мужчин решил искупаться и зашел в непредназначенном для купания месте в воду. Компания оставалась на берегу, и когда человек стал тонуть, никто не обратил на это внимания. Спасателей вызвали случайное прохожее, сообщили в осводе. По факту смерти проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Еще один 50-летний мужчина, на этот раз в Мозере, переоценил свои возможности и упал с крыши пятиэтажного дома. Житель Козинок, проживавший по улице Спортивной, забрался на крышу дома и попытался спуститься по веревке в свою квартиру. Автомобильную стяжку он закрепил за петли железобетонных плит парапета, однако при спуске не удержался и упал, получив телесное повреждение. Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение Мозерской городской больницы, где, несмотря на усилия медиков, через несколько часов скончался. Похожий случай произошел в соседних Калинковичах. Там из окна выпала 63-летняя пенсионерка. ЧП произошло около 10 утра на улице Лесной. Пенсионерка, имеющая проблемы со зрением, занималась уборкой и по неосторожности выпала из окна своей квартиры, находящейся на четвертом этаже. Через 50 минут от полученных травм она скончалась в районной больнице. За прошедшие выходные дни сотрудниками госавтоинспекции в области было задержано 17 нетрезвых водителей и 50 без права управления. Зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. В ночь субботы на воскресенье 35-летний водитель автомобиля МАЗ с признаками алкогольного опьянения, двигаясь по улице Советской в деревне Запесочье Житковического района, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Крайслер под управлением 37-летнего водителя. Затем МАЗ съехал в левую по ходу движения обочину, проломал забор, врезался в стену жилого дома и опрокинулся. От удара водителя выбросило из автомобиля через ветровое стекло. С травмами он был доставлен в больницу. В ночь с 10 на 11 августа в Хойниках совершен наезд на пешехода. Водитель 1994 года рождения двигался по улице Колесникова на автомобиле Ауди. При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу мужчина не предоставил преимущества 17-летнему пешеходу, который не был обозначен светоотражающими элементами. В результате ДТП подростка госпитализировали с травмами. Очередное ДТП с участием двухколесного транспорта произошло на территории области. 11 августа около 10 утра 31-летний житель райцентра, двигаясь на мотоцикле «Хонда» в деревне Киров, из-за неправильного выбора скорости выехал за пределы проезжей части и угодил вправо по ходу движения «Кювет». Забор стал преградой для дальнейшего движения. В результате аварии мотоциклист с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом левого плеча госпитализирован. В минувшие выходные в республике открылся сезон массовой охоты на пернатых. Охотники достали из сейфов свои ружья, отправились на водоемы и в леса для добычи трофеев. Какие на сегодняшний день существуют ограничения, статистика нарушений этого года и основные правила безопасности на охоте – в следующем сюжете. С 8 августа по всей Беларуси разрешено охотиться на водоплавающую и болотную дичь, а также на тетерево и некоторые виды других пернатых. Исключением являются гуси. В этот раз на открытие в охотничьи угодья любители и профессионалы начали съезжаться с вечера пятницы, чтобы встретиться на природе и отметить это событие. С утра субботы наступает фаза активного отдыха. Охотиться разрешено в светлое время суток способами с подхода, из засады, с использованием маломерных судов, без двигателей, либо с выключенным двигателем. Разрешено использовать гладкоствольные охотничьи ружья и патроны, снаряженные дробью. Хотелось бы напомнить всем охотникам о соблюдении, обязательном соблюдении правил безопасности при осуществлении охоты. Необходимо помнить, что охотникам запрещается производить стрельбу по неясновидящим целям через грибцов, либо других охотников, находящихся в лодке. Также необходимо помнить, что нельзя стрелять в сторону людей, транспортных средств, населенных пунктов. В этом году существует еще одно ограничение для охотников, о котором не стоит забывать. Посещать лес временно запрещено на всей территории Гомельской области. Решение о введении и снятии ограничений и запретов на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Меры ограничительного характера вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов – обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда. На данный момент во всех районах введен запрет на посещение лесов, но в связи с тем, что в большинстве районов области прошли дожди, вполне вероятно, в ближайшее время эта ситуация изменится. За нарушение запрета посещения лесов предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, либо наложения штрафа в размере до 25 базовых величин. На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить текущую ситуацию. Еще одним вопросом, который стоит на жестком контроле правоохранителей, является использование незарегистрированного оружия, а также незаконного хранения боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств. По данным УВД Гомельского облсполкома, общее количество оружия, выведенного за 7 месяцев из незаконного оборота, составляет 175 единиц. Из последних примеров, 3 июня в милицию поступило сообщение от жителя одной из деревень Гомельского района о том, что у односельчанина есть предмет, похожий на короткое ружье. Патрульные милиционеры, прибыв на вызов, обнаружили обрез, пакет с дробью, гильзы, банку с порохом. Согласно заключению эксперта, изъятый обрез пригоден для стрельбы. Пригодность оружия для стрельбы определяется в ходе проведения баллистической экспертизы. При этом оружие зажимается в станок для крепления оружия с возможностью введения стрельбы дистанционным способом во избежание повреждения стрелка. Для стрельбы используются штатные патроны для конкретного экземпляра оружия. При этом, если в ходе экспериментальной стрельбы не произошло разрушение оружия, оружие считается пригодным. Эксперт уточнил, что обрез изготовлен был самодельным способом путем укорачивания ствола ружья модели ИШ-ЗК, который является гладкоствольным огнестрельным оружием калибра 16 мм. В отношении 35-летнего, не работающего ранее неоднократно судимого гражданина, было возбуждено уголовное дело. По данным милиции, в Гомельской области к этому году у 42 жителей региона на законных основаниях были аннулированы разрешения на владение гражданским оружием. К административной ответственности было привлечено 116 лиц. Уголовной ответственности за незаконную охоту привлечено 2 человека. И о тихой охоте. Ежегодно с началом сбора грибов и ягод стартует и сезон людских пропаж. Спасателям все чаще начинают поступать сообщения о заблудившихся в лесу. В нынешнем сезоне пора активных поисков, похоже, уже в разгаре. А ведь впереди осень, и все заинтересованные службы профилактики активно проводят осведомительную кампанию. Что делать, если заблудился в лесу, и какие вещи точно пригодятся, если тихая охота неожиданно стала тихим кошмаром? Выясняла Вероника Гамзюкова. 8 лет назад в Гомеле появился поисково-спасательный отряд «Симуран». Его задача – поиск пропавших без вести. В отряде сегодня числится более 200 человек. Главное качество волонтеров – желание помогать людям. Руководитель «Симурана» Юрий Березюк отмечает, что при поисках человека самое важное первые 70 часов. За это время людей, как правило, находят живыми. Хочется обратиться к людям, которые знают, что ваши родные, близкие, друзья ушли в лес, и если они в обозначенное им время не вышли, не вернулись домой, не отвечают на звонки по телефону, не ждать, сразу же обращаться в милицию, в МЧС напрямую к нам. Чтобы мы не потеряли время. Потому что лес – это природная среда, тут может случиться все, что угодно. Сергей Примачев занимается поиском людей с октября прошлого года. У его одноклассницы пропал брат, и мужчина не смог остаться равнодушным. Этот случай стал одним из самых запоминающихся. Второй запоминающийся случай – это когда ночью пришло сообщение о том, что в Бобруйске пропал маленький ребенок. И тоже был собран клич, и среди ночи все выехали на поиски. Даже удивительно было, что столько людей собралось искать ребенка. Ребенка нашли тогда живым. Все хорошо. Мария Подкопаева в составе «Симурана» уже три года. Впервые она отправилась на поиски Максима Мархалюка из Гродно, который пропал три года назад. Девушка отмечает, что с того момента ее жизнь кардинально изменилась. А сегодня для нее самый главный страх – найти человека мертвым. Это даже вот трясешься весь от того, что ты нашел человека. Вот мы недавно нашли человека, одного дедушку в лесу. Руки тряслись, тряслось все, гроза, дождь, но волнение. Ну, успели тогда, и все хорошо закончилось. Ну, оно волнение, оно сильно волнение, то, что ты находишь человека живым. Если у меня будет стоять, или я пойду со своими какими-то друзьями гулять, или объявлен сбор, то я поеду на сбор. Ну, многие этого и не понимают, поэтому большинство друзей отсеялось. Даже на работе все понимают, и бывает, что вот работают до десяти, могут отпустить на пару часов раньше, когда говорят, что вот пропал ребенок. Ну, отпускают, идут на уступки, как бы все понимают. Симурановцы рекомендуют приобрести для своих родных часы с геотрекером. С ними вы всегда сможете отследить местоположение потерявшегося человека. Обязательно возьмите с собой телефон и пауэрбанк – портативное зарядное устройство. Не лишними будут спички, вода и лекарства, чтобы быть готовым к непредвиденным ситуациям. Если вы собрались на тихую охоту в приграничную зону, помните, с собой вам необходимо иметь паспорт, военный билет, водительское или служебное удостоверение. Также не будет лишним уточнить телефон ближайшей пограничной заставы. Бывают случаи, что приходится разыскивать и грибников. В прошлом году 81-летний мужчина вышел из дачного кооператива за грибами и заблудился. На второй день родственники мужчины обратились к пограничникам и попросили помочь. До этого его уже безуспешно разыскивали сотрудники МВД и МЧС. Две тревожные группы в течение 30 минут нашли пропавшего и вернули детям. Также был случай, когда заблудившиеся грибники вышли к рубежу инженерных сооружений и попали в кадр видеокамеры. Пограничный наряд, прибывший на место, уточнил обстоятельства и цель их нахождения вблизи пограничной полосы. А после проверки документов сопроводил грибников к месту нахождения их автомобиля. Случается разное, но это ведь не главное. Защита граждан – одна из важнейших задач органов пограничной службы Республики Беларусь. И любой законопослушный гражданин может рассчитывать на нашу помощь в любой ситуации. Ориентиром в лесу всегда служат реки и ручьи. В большинстве случаев они впадают в более крупные водоемы, где достаточно велики шансы встретить людей. Часто в лесу можно найти проезжую дорогу или линию электропередач. Заблудившемуся человеку необходимо держаться их, ведь они смогут вывести его к цивилизации. Были случаи, когда с нами связывался МЧС и попросили найти человека в том или ином месте. Они указывали, люди старались, уже более, наверное, опытные в таком случае, или знакомые с чем-то. Они подошли к квартальному столбу, это такие столбы деревянные, коренные, с цифрами на щечках. Они сказали цифры, мы их сориентировали, где они находятся, сориентировали МЧС, в каком месте, по какой дороге туда подъехать к ним. Ну и так были найдены. Слово МЧС запустило мобильное приложение «Помощь рядом». В нем описаны различные ситуации и порядок действий в случае, если у вас произошло чрезвычайное происшествие. Кроме того, в этом же приложении вы можете одним кликом вызвать экстренные службы или позвонить родным. Вероника Гамзюкова, Александр Харлампов. Специально для программы «Де-факто». Из года в год проблема пропажи людей в лесах не теряет своей актуальности. Особенно острая она становится в летний период – сезон сбора грибов и ягод. К сожалению, не все понимают, с каким риском сопряжена тихая охота. О том, как не оказаться в плену леса, как правильно разжечь на природе костер, в какое время можно посещать лесные массивы, мы поговорим сегодня с официальным представителем Гомельского областного управления МЧС Ксенией Шингирей. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Исходя из опыта работы сотрудников МЧС, какая категория людей чаще всего теряется в лесу? Конечно, у нас сейчас за окном стоялась жаркая погода, и в основном все грибники, рыбаки отправляются через леса к месту отдыха. Люди убегают из городов для того, чтобы провести хорошо время. И считается, что это именно горячая пора для наших спасателей, ввиду того, что многие люди блуждают в лесах. На самом деле, совсем недавно был случай, 28 июля пенсионерка в Светогорском районе ушла по сбору ягод в лес и заблудилась. Родственники сообщили о пропаже женщины, и только к 11 часам вечера женщина самостоятельно вышла из леса. Тем самым на поиски были, конечно, привлечены и спасатели, и работники лесхоза, и сотрудники РУВД. Аналогичный случай произошел и в Октябрьском районе. Там 1939 года рождения мужчина ушел в лес, но там не все благополучно, мужчина до сих пор не найден. Поэтому десятки белорусов теряются в лесах за весь период. Это не может произойти, образно там «со мной не произойдет». Эта фраза не работает в этих случаях. И да, на самом деле, самый ориентир в лесах теряют именно люди преклонного возраста. Но, конечно, не стоит забывать, что может в лесу заблудиться каждый. Как необходимо себя вести, чтобы не потеряться в лесу? Расскажите о каких-то основных правилах. Для того, чтобы не потеряться в лесу, нужно подходить именно к походу в лес очень серьезно. Начиная от выбора одежды, заканчивая тем, что необходимо взять с собой в лес. Конечно, при выборе одежды нужно ориентироваться на то, что одежда должна быть яркой. Ни в коем случае не выбирать цвет одежды, который будет сливаться с листвой, либо с землей. В этом случае замечательно подходит, например, жилет. Вот оранжевые есть спецодежды со световозвращающими элементами. Потому что именно при помощи такой одежды, даже если вы потеряетесь в лесу, вас обязательно найдут, увидят с далекого расстояния не только с земли, но и с воздуха. Поэтому, конечно, здесь надо выбирать именно яркую одежду, яркие рюкзаки или какие-то приспособления, которые вы берете с собой. Следующий момент. Необходимо основательно подготовиться к выбору предметов. Это, конечно, необходимый запас питьевой воды, также продовольственный запас. В лучшем случае здесь подходят какие-то орехи, фрукты, ягоды, которые имеют питательный запас, батончики. Но также необходимо брать с собой это желательно нож, фонарики, ну и, конечно же, полностью заряженный мобильный телефон. Если, конечно, есть возможность, это пауэрбанки для дополнительной зарядки мобильных устройств. И всегда мы рекомендуем, когда человек уходит в лес, необходимо сообщить родственникам о том, куда вы направляетесь, через какую дорогу вы направляетесь, где вы будете, с какой стороны деревни, либо населенного пункта вы будете заходить в этот лес. Ну и, конечно же, держать связь. И желательно сказать ориентировочно, в котором времени вы планируете вернуться. Самое главное – это не паниковать. Потому что, когда человек паникует, повышается артериальное давление, и человек начинает себя плохо чувствовать, и уже шансы для того, чтобы вы выберетесь из леса быстрее, они ближе к нулю. Поэтому есть люди, которые замечательно справляются с паникой, есть люди, которые не совсем владеют собой. Для этого мы рекомендуем глубоко дышать. Раз в десять глубоко вздохните. Затем присядьте, поприседайте, сделайте какие-то физические упражнения, тем самым адреналин у вас выбросится. Следующий момент. Если у вас есть мобильный телефон, и вы понимаете, что вы заблудились, необходимо незамедлительно сообщить спасателям по телефону 101, либо 112. Вам будут заданы вопросы ориентировочно, в каком месте вы находитесь, есть ли у вас заболевания, потому что зачастую уходят в лес пенсионеры, которым необходимо по времени принимать лекарства, а они, возможно, с собой его не взяли. Находятся ли с вами дети, одни ли вы, либо вы с группой. Если дети, это, конечно, идет повышенная доля ответственности. Находится ли, допустим, если эта женщина в положении и тому подобие. Конечно же, в этих случаях на помощь незамедлительно выезжают наши спасатели, привлекаются внештатные поисковые отряды, также лесхоз и РОВД. Конечно, мы рекомендуем, есть наше приложение МЧС «Помощь рядом». Там есть все советы, как не заблудиться в лесу, как, если делать случай, если вы заблудились все-таки, могут вас предостерегать различные опасности в лесу, начиная от змея, тукуса змеи, до организации ночлега. Это все есть в нашем приложении, и под рукой оно всегда работает в оффлайн-режиме, даже если у вас нет интернета. Ну и, конечно же, рекомендуем скачать заранее оффлайн-карты, которые при помощи геопозиции помогут вам выбраться из лесного массива, даже без интернета, при отсутствии связи. Ну и, конечно же, держать руку на пульсе, вы отключите мобильный телефон в плане интернета и тому подобия, для того, чтобы сохранить заряд на телефоне, тем самым, чтобы спасатели вас быстрее нашли. За первое полугодие сотрудникам МЧС часто приходилось выходить на поиски людей в лесах? И сколько подобных случаев было за аналогичный период прошлого года? На самом деле, если судить по статистике, то на сегодняшний день уже потерявшиеся в лесах случаи, именно это 26 случаев, произошло по Гомельской области. Из этих 26 случаев 32 человека были потеряны в лесу. То есть некоторые выходили группой по 2 человека, некоторые в одиночном посещении в лесу были. Поэтому, если судить за прошлый год, то всего за 2019 год случаев потерявшихся людей было около 100. Поэтому, в принципе, если судить по статистике, то мы идем на одинаковом уровне. Хотя все, и даже можно сказать, даже в меньшем случае, потому что, на самом деле, идет большая профилактическая работа, большой идет объем всей информации для людей, как необходимо действовать, когда вы идете в лес. Ну и, конечно, люди начали более основательно и безопасно подходить к этим моментам. Как часто в нашем регионе причиной лесного пожара становится человек? Если судить также по статистике, то 98% от всех пожаров все-таки свою руку приложил человек. Да, бывают какие-то нештатные больше ситуации, когда пожары происходят по каким-то природным явлениям, то есть удар молнии, загорелось дерево, развился лесной пожар. Либо же самовозгорание торфянников. Но 98% это все-таки по вине человека. Кто-то покурил, не затушил сигаретный окурок. Кто-то развел костер, не убедился полностью в ликвидации возгорания. Кто-то бросает те же самые стеклянные бутылки, а это, как известно у нас из детства, что это своего рода лупа. И через него, если идет солнечный свет, то может быть также начаться возгорание леса. Поэтому только за прошлый год, за такой же период, было около 126 лесных пожаров. На сегодняшний день их уже 269. То есть возросло количество практически в 1,2 раза. Следует задуматься, что на самом деле именно по вине человека происходят такие масштабные возгорания, которые вредят нашим лесам, тем самым легким нашей земли. Как действовать гражданам, которые стали свидетелем лесного пожара? Конечно же, мы всегда говорим, что в случае, если вы обнаружили возгорание, будь то лес, будь то просто жилой дом, необходимо незамедлительно звонить службу спасения по номерам 101 либо 112. Конечно, если это какое-то небольшое возгорание, необходимо в первую очередь создать все условия для того, чтобы это возгорание не набрало сил. Вы можете использовать различные зеленые ветки для обивки этого пожара. Затем также вы можете использовать грунт, чтобы засыпать распространение. Но необходимо помнить нашим гражданам, что в случае большого развившегося пожара вы ничем помочь не сможете. Необходимы только специализированные службы, то есть спасатели, работники лесхоза, которые профессионально знают, как это потушить. Потому что в первую очередь вы можете навредить своему здоровью. Конечно, если вы стали свидетелем пожара и в какой-то попали развившийся пожар, особенно если это верховой пожар, который идет по кромкам деревьям, необходимо очень аккуратно выбирать место, где вы можете либо переждать, либо как бы побыстрее выйти из леса. В лучшую степень это подходят какие-то большие поляны, какие-то территории возле водоемов. И если, конечно, у вас есть, вы попали, допустим, в дымку этого пожара, то необходимо пользоваться, если под рукой у вас есть влажная тряпка, примкнуть к носу, чтобы вы спокойно могли пройти. И необходимо помнить, что, предположим, если это торфяной пожар, то при торфяном пожаре возникают прогары большие. Поэтому, чтобы не попасть в беду, необходимо перед собой вначале при помощи палки, которую в лесу можно найти, проследовать место, чтобы не провалиться, тем самым не навлечь на себя беду. Ксения, спасибо за полезный и конструктивный разговор. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий со всего мира. Авиакатастрофа оказался и пилот самолета. Сейчас местные власти занимаются расследованием случившегося. Авторы следующего видео стали свидетелями крушения поезда в Шотландии. Железнодорожная катастрофа произошла около города Стоунхейвен на северо-западе страны. Транспортное средство сошло с рельсов и загорелось. Предположительно, причиной аварии стал оползень. Сильные ливни накануне происшествия размыли участок железной дороги. В результате погибли три человека, в том числе и машинист поезда. Еще шесть доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести. Уличные камеры сняли момент страшного взрыва в Волгограде. Он произошел на одной из городских автозаправочных станций в тракторозаводском районе. МЧС сообщило, что по предварительным данным взорвалась и загорелась цистерна с газом. В 11.40 по московскому времени на станции проводилась заправка резервуара для хранения топлива. В автоцистерне находилось 16 тонн газа. В какой-то момент произошло воспламенение трубопровода. Чуть позже взрыв. Пожар удалось потушить. Ему был присвоен второй уровень сложности. В результате происшествия пострадали 13 человек. 10 из них пришлось госпитализировать. Водитель газовоза находится в реанимации. В настоящее время местные власти устанавливают причины происшествия. Однако осмотр АЗС пока затруднен из-за сильной загазованности и опасности новых взрывов. В объектив камеры попало ужасное ДТП в Екатеринбурге. Оно произошло возле аэропорта Кольцова. На кадрах видно, как автомобиль вылетает с проезжей части, сносит дерево и переворачивается несколько раз. Перед тем, как вылететь с трассы, машина разогналась до 140 км в час. Выяснилось, что автомобиль выполнял функцию такси, но владелец Volkswagen Polo не был официально зарегистрирован. Водитель и пассажир остались живы, они были госпитализированы и сейчас находятся в больнице. Это все на сегодня. С вами был Николай Скинтиян. Берегите себя. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова